Адресная помощь ветеранам специальной военной операции семьям погибших бойцов. Какие задачи выполняет фонд защитники отечества? Интересные спикеры, мастер-классы и яркая концертная программа. День молодого министерства торжественно отметили в республиканской столице. Путевка «Веселые летние каникулы». В Черкесске торжественно открыли детские лагеря. Мероприятия украсили аниматоры и танцевальные коллективы. Они отправились совершать хадж в Саудовскую Аравию. К святым местам сегодня улетят 50 жителей республики. Сколько верующих в этом году отправится на святую землю? Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Дарья Тендит. Председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов провел совещание по вопросу установки в республике дополнительных противоградовых пунктов воздействия. В мероприятии приняли участие члены правительства, МЧС и противоградовые службы. Напомню, 31 мая прошел сильный ливень с градом, от которого пострадали город Черкесск, а также населенные пункты Зеленчуцкого, Хабецкого, Абазинского и Прикубанского районов. Как отметила командир Карачаева-Черкесской военизированной части Марина Кулябцева, для предотвращения стихии было выпущено 105 ракет. Всего в Карачаево-Черкесии установлены 16 противоградовых пунктов воздействия. Принято решение в этом году на проведение противоградовых работ увеличить финансирование. Также планируется установить новые дополнительные противоградовые пункты в ряде районов Карачаевой-Черкесии. С каждым днем филиал Фонда защитники Отечества в Карачаевой-Черкесии становится популярным местом, куда обращаются за поддержкой ветераны боевых действий. Организация играет важную роль в жизни тех, кто отдал свой долг родине. О том, насколько важно помогать ветеранам, которые сталкиваются с различными проблемами после возвращения домой, узнавала Альбина Ламкова. И как раз-таки после того, как я выписался из госпиталя, в первый раз я пришел в эту организацию в городе Черкесск. Говорят же, что глаза – зеркало души. То есть, когда я сюда пришел, я увидел в глазах людей, не то что заработок денег, да, скажем так, это было скорее желание помочь. Они помогали мне в различных вопросах. Впервые о Фонде защитники Отечества Владислав Молчанов услышал в госпитале. Ему еще тогда сказали, что организация помогает таким, как он. Обратившись в Фонд, не разочаровался. Ему помогли не раз. Это и помощь в получении инвалидности, и многие другие важные вопросы, связанные с оформлением документов. Действительно, люди, прошедшие через боевые действия, нуждаются в особом внимании со стороны общества. Основным направлением деятельности филиала является адресная помощь ветеранам специальной военной операции, семьям погибших бойцов. В числе задач филиала Фонда – содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающие медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также Фонд занимается содействием к переобучению трудоустройства ветеранов, помогает в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных Фонда организуется долговременный ход и адаптация живых помещений под нужды инвалидов, рассказал руководитель филиала Фонда защитники Отечества Карачаева-Черкеси Марат Абазалиев. Он отметил, что ветераны боевых действий нуждаются в особом внимании со стороны общества. Оказываемая им помощь не имеет рамок, охвачены все сферы жизни, вплоть до взаимоотношений в семье. Самый обширный спектр. Невозможно сказать, что такой есть. Порой приходят с такими вопросами, которые сложно отнести к какой-то категории. С проблемами в семье приходят, с проблемами наследства, с проблемами получения выплат, каких-то льгот. Ну, самый широкий спектр вопросов. На сегодняшний день мы получили тысячу обращений от различной категории наших подопечных. Надо отметить, что филиал Фонда защитники Отечества в Карачаево-Черкесии работает всего лишь год. За это время было заключено более 20 соглашений о сотрудничестве с различными ведомствами республики, благодаря которым ветераны, члены их семей и родные погибших бойцов могут получить поддержку. А главное – помочь ветеранам боевых действий адаптироваться к мирной жизни. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Мошенники начали красть деньги военнослужащих. Пострадавшими могут оказаться их родственники. Легенда все та же – безопасные счета. Схема старая, но зломышленники умело адаптируют существующие схемы под текущую ситуацию. На самом деле никакого безопасного счета нет, и деньги уходят мошенникам. Преступники используют разные сценарии, чтобы заполучить чужие средства. Но что бы они ни придумывали, есть универсальный алгоритм действий. Сразу прекратить разговор и переписку с незнакомцем по поводу денег и ни под каким предлогом не переводить сбережения на неизвестные счета. А если собеседник представляется сотрудником какого-либо ведомства или банка, нужно узнать его фамилию, должность и перепроверить информацию. Сделать это можно, позвонив по номеру телефона, который представлен на официальном сайте организации. Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного удовольствия будет удержана единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Она причитается военным в соответствии с указом президента Российской Федерации. Причина этого удержания – дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции. Для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер копию выписки якобы из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России. Дальше мошенники действуют по следующему сценарию. Чтобы избежать списания денег и сохранить средства, они предлагают военнослужащему или его родным перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет, а затем обещают их вернуть. Однако, получив обманным путем деньги, телефонные аферисты исчезают. Продолжаем выпуск. Учащийся 19-й гимназии Черкеска Дамир Миргородский стал победителем с заключительного этапа научно-практической конференции в своей секции проекта «Курчатовские классы». Научно-исследовательский проект школьника был посвящен теме «Альтернативные источники энергии». Глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов поздравил Дамира с победой, пожелал ему и всем ребятам дальнейших успехов и невероятных достижений. Заключительный этап научно-практической конференции школьников-участников проекта «Курчатовские классы» проходил в филиале Московского городского дома учителя-поведники. Мероприятие объединило 110 ребят-призеров и победителей регионального этапа конференции. В 2024 год главой республики Рашидом Темрезовым объявлен Годом молодежи. В Черкесске прошло торжественное мероприятие, целью которого является привлечение внимания к важности и поддержке развития молодого поколения на территории Карачаева Черкесии. Подробности у Али Баташева. Милена Халилова уже третий месяц работает в автономной некоммерческой организации «Моя карьера». Стенд «Эта» и других организаций подведомственных Министерству молодежи Карачаева Черкесии были представлены в фойе здания Дома культуры. Участие в подобных проектах помогает молодым людям найти работу, приобрести необходимый опыт, совершенствовать свои навыки общения и взаимодействия с людьми. Год назад, в апреле, я поучаствовала в первом мероприятии от министерства. Это было первое мое мероприятие. Это был акселератор социальных проектов. И после этого я начала активно участвовать в этих мероприятиях. И со временем я поняла, что то, что они делают, их деятельность, меня вдохновляет, нравится. Я захотела тоже таким ребятам, как я, помочь. То есть неуверенным в себе, интровертам. Я хотела помочь им раскрыться и реализовать свой потенциал. Мы хотим, чтобы у них появилось представление о том, как они могут участвовать в наших процессах, как они могут быть вовлечены и чтобы они могли задуматься над тем, а какие шаги им надо сделать самим, чтобы уже в следующем году быть активными участниками, пользователем продуктов, которые предполагает Росмолодежь и Министерство по делам молодежи. Заместитель министра по делам молодежи Республики Расул Найманов подробно рассказал о деятельности ведомства, в частности, проектах «Минмол карьера», «Минмол доброволец» и других. Призвал молодых людей от 14 до 35 лет быть социально активными, сопричастными тому, что происходит в республике и стране. Приглашенные гости, студенты, бизнесмены и другие рассказывали о своей истории успеха, призывали молодежь не тратить время напрасно и активнее проявлять себя уже в юности. Берите планку выше, дерзайте, мечтайте, у вас все получится. Сегодня мир изменился, сегодня большое ускорение. Идите в ногу со временем, и у вас все будет хорошо. Уважайте друг друга, относитесь друг к другу хорошо. Ярким украшением концертной программы стал флешмоб, организованный представителями движения «Первых». Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Лето – это маленькая жизнь. В Доме культуры Усть-Жигуты прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. В ярком мероприятии приняли участие учащиеся школы Усть-Жигутинского района, представители администрации, работники отдела образования. На праздники побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Лето является особенным событием в жизни каждого ребенка, и отрадно, что это время года начинается с этого доброго праздника. Для юных виновников торжества был организован праздничный концерт с выступлением артистов отдела культуры Усть-Жигутинского района. Также для всех собравшихся был продемонстрирован видеоролик о деятельности движения школьников «Движение первых». Дети являются самым ценным, и поэтому нам необходимо воспитать здоровое телом и духом будущее. А впереди летние каникулы подарят много позитивных эмоций и впечатлений, отметила заместитель главы администрации района Светлана Лещенко. Дети, каникулы – это маленькая жизнь. Лето – это маленькая жизнь. Мы, взрослые, очень надеемся, что каникулы состоятся, потому что вы будете активно отдыхать. И вот сегодня перед вами выступают взрослые. Почему? Потому что мы хотим, чтобы у вас каникулы состоялись. А еще в Усть-Жигутинском районе с первого дня лета начали функционировать 14 пришкольных лагерей. Их будут посещать более 600 детей. Мы будем радовать наших малышей увлекательной и интереснообразовательной программой, отмечают руководители пришкольных лагерей. Лето – это маленькая жизнь. А пришкольный лагерь – это маленькая страна, в которой живут вот такие замечательные, добрые жители. А там еще живут и феи. Это воспитатели, это физруки, это вожатые, которые каждый день трудятся на благо наших сокровищ, чтобы каждый день был незабываемым. В это время года нам больше запоминается участием в различных мероприятиях, активным отдыхом. А сегодняшний праздник – стад для реализации наших ярких идей, отмечают дети. Очень часто я как волонтер участвую в разных акциях. Помимо этого я еще хожу и помогаю в лагере педагогам. Также лето – это мое любимое время года, потому что летом можно ходить на речку, играть с друзьями, приходить в школу, заниматься. В фойе Дома культуры были представлены выставка декоративно-прикладного искусства в образовательных учреждениях района, проведение мастер-классов по аквагриму и различные розыгрыши для детей. Аля Халипшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Узьегута. Путевка в веселые летние каникулы. В Афитеатре Черкеска прошло открытие школьных лагерей. О том, насколько дети ждали его и какие программы для них подготовлены, расскажет Майя Хамдохова. Детский школьный лагерь – прекрасное место для детей, где есть возможность найти верных друзей, усвоить жизненные правила и получить грамоты за активное участие в мероприятиях. Все как в школе, но без оценок. Я в лагере буду отдыхать и всегда буду признавать свои ошибки, если я ее сделаю. Признавать свои ошибки в школьном возрасте – важное качество, которое научит быть лидером. Ведь школьный лагерь не только про детство, но и про взросление. Всем привет! Меня зовут Лукьянченко Вероника. Я из 11-й школы. Мне 10 лет. Вероника, скажи, тебе нравится здесь сегодня? Да, мне очень нравится. Тут весело, интересно и не скучно. Для организаторов очень важно, чтобы дети хотели возвращаться к ним снова и снова. Как ни крути, угодить детям в таком возрасте можно, если они сами этого захотят. В этом году все лагеря, школьные лагеря будут работать по программе «Орлята России». Все наверняка знают, что наши дети были посвящены и теперь работают по этой программе социальной активности. Весь год они проходили семь треков, сейчас они отдыхают. Программа «Орлята России» лагерная, да, «Содружество Орлят России», она настроена на то, чтобы мы детей объединили, чтобы они стали друзьями, чтобы было больше игр, больше улыбок, развлечений. Каждый лагерь имеет свое название. Мой лагерь – это «Алые паруса». Будет работать 21 день с 1 июня по 26 июня. Привлечь их внимание концертной программой, вкусной едой и развлекательными мероприятиями придаст сплоченность, нравственные качества и решительность. Все те качества, которые станут основой для социального развития и будущего детей. Майя Хамдохова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. 50 жителей Карачаева, Черкесии отправились совершать хадж в Саудовскую Аравию. Первую группу паломников напутствовал каде Карачаева, Черкесии Мурадби Хаджи Лайпанов. Богослов еще раз напомнил, что хадж – один из пяти столпов ислама, представляющий собой совершение мусульманами обязательного паломничества в Мекку и Мейдину. Его основным событием является один из двух главных исламских праздников Курман-Байрам – встречать на Святой Земле. Всего из нашего региона в этом году в хадж отправится шесть групп верующих. Это более 300 мусульман. 70% паломников – республики мужчины. Вторая группа в Саудовскую Аравию отправится уже сегодня. Ментальные нарушения у детей явления часто. Это нарушение психического или интеллектуального развития, которое ограничивает способность человека работать и даже обслуживать себя. Придумывается множество методик, призванных помочь людям с подобными проблемами. Фонд «Доброгорец» реализует проект, призванный обучить навыкам самостоятельной жизни детей с ментальными нарушениями. В первую группу войдут 20 детей в возрасте от 12 лет. С ними будут работать педагоги-психологи и коррекционные педагоги. С ними встретилась Мадина Каракетова. А я с вами прощаюсь.